МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 500 километров от Иркутска. Здесь, посреди непроходимой тайги в начале этого лета, произошло то, чего ждали несколько десятилетий. Эта вышка, вгрызаясь в сложный сибирский грунт, начала бурить первую эксплуатационную скважину Кавыктинского газоконденсатного месторождения. А это означает, что здесь наконец-то стартовал этап полномасштабного освоения. Эксплуатационное бурение – начальный этап полномасштабной разработки Кавыктинского месторождения и важная веха в реализации восточной газовой программы. Когда мы говорим о разработке Кавыктинского месторождения, речь идет о проекте национального масштаба. Кавыктинское газоконденсатное месторождение на востоке России самое крупное. По объему запасов его называют уникальным. Здесь под землей примерно 3 триллиона кубометров газа. Для сравнения, вся наша страна в год потребляет примерно 500 миллиардов кубометров. Но прежде чем начать добычу, эти оценочные запасы нужно было перевести в категорию «разведанные», то есть провести геологоразведку. А это процесс очень непростой и очень небыстрый. Кавыктинское месторождение открыто в 1987 году. Расположено в необжитой местности на северо-востоке Иркутской области. Это высокогорное плато, покрытое темнохвойной тайгой с участками вечной мерзлоты. Рельеф осложнен многочисленными долинами и каньонами. Климат суровый, резко континентальный. Полномасштабная и подробная геологоразведка здесь началась лишь в 2012-м. И процесс этот действительно кропотливый. Сначала в тайге прокладывают так называемые «профили» – просеки длиной в несколько десятков километров. Затем вдоль профилей устанавливают сейсмодатчики. А в местах их пересечения делают небольшие скважины, глубиной примерно 9 метров, для закладки зарядов. При подземном взрыве датчики фиксируют отраженный импульс и передают сигнал на сейсмостанцию. Собранная таким образом информация становится основой для создания трехмерной модели месторождения. И становится понятно, где нужно поставить буровые установки и какой глубины должны быть построенные ими скважины. Обычно скважины бывают двух типов. Разведывательные, с помощью которых изучают месторождения, и эксплуатационные, где, собственно, происходит добыча. Так вот, эта скважина номер 75 на Кавыгтинском месторождении, она необычная. Она разведывательно-эксплуатационная, то есть выполняет сразу две функции. Процесс создания, в принципе, ничем не отличается от обычного. Используется точно такая же вышка, как и везде. Стандартное оборудование, габариты тоже стандартные. Разница только в том, что бурится такая скважина очень долго. Ну а это буровая площадка. Сердце всей установки. Здесь кабина бурильщика, который управляет всем процессом. Гидроключ для замены и накручивания буровых труб. Проторный стол и, собственно, буровая свеча. Вот сейчас идет процесс бурения. Опытно-эксплуатационные скважины создаются долго, потому что бурение все время приходится прерывать для спуска диагностических приборов. То есть нужно постоянно собирать и снова разбирать сотни и даже тысячи метров бурильных труб. Но без подробного изучения структуры месторождения начать полноценное эксплуатационное бурение невозможно. К примеру, среди прочих трудностей здесь геологический разрез осложнен множеством так называемых рапоносных горизонтов. Рапоносный горизонт – это горизонт с высоким аномальным давлением, в котором содержится рапа. Это соленый раствор. Но на данный момент мы как раз идем по этому рапоносному горизонту. На устье зажимается, и просто оборудование дает возможность созданием избыточного давления удерживать рабу в пласте. То есть если этого не делать, то здесь буквально фонтан будет? Если этого не делать, практически дальше углублять скважину невозможно. Тут будет перелив. Даже так? Гизер? Гизер, да. Но при бурении часто возникает и обратная ситуация, когда скважина проходит через карстовые пустоты или каверны. В таком случае весь буровой раствор попросту уходит в землю, а без жидкости продолжать процесс невозможно. Такая ситуация даже называется угрожающе. Катастрофическое поглощение. И на Кавыктинском месторождении карстовых пустот и каверн предостаточно. Потому и нужны такие опытно-эксплуатационные скважины, чтобы потом, во время полноценного эксплуатационного бурения, не возникало неожиданностей. Скважина, на которой мы сегодня находимся, ее опыт будет транслироваться... Сегодня мы оцениваем и в Западной Сибири, на таком так же крупном уникальном объекте, на котором работает наша компания, это Тамбейское месторождение. Ну и в Якутии у нас еще очень много неразведанных и находящихся в разведке объектов, поэтому, безусловно, будет транслироваться. Вообще, строго говоря, газ на Кавыкте добывают уже давно. Первую опытную скважину здесь пробурили еще в начале 2010-х, а вокруг нее построили УПГ – установку подготовки газа для изучения и разделения его на компоненты. Вопреки расхожему заблуждению, из-под земли добывают не какой-то один газ, а газовую смесь. Метана в ней больше всего, но еще есть итан, пентан, гексан, пропан, бутан, гелий. Кстати, последнего на Кавыктинском месторождении особенно много – целых 0,28%. Экономическая целесообразность добычи начинается с пятитысячных. А потому для выделения гелия на УПГ-102 поставили специальную опытную установку для отработки мембранной технологии выделения гелия. Гелий-газ очень летучий, легче воздуха. Это его свойство и использует мембранная установка. Она работает по принципу сита. Смесь газов поступает отсюда, и мембрана пропускает более легкий гелий, который уходит вот по той трубе вверх, а более тяжелый метан отправляется вниз. Это модуль стабилизации конденсата. Здесь добываемое сырье разделяют на фракции. Происходит это с помощью температурных перепадов. Здесь нагрев, здесь охлаждение. Вот даже весь резервуар покрыт коркой льда. В основе так хорошо всем знакомый процесс ректификации. Так что, да, по сути, это большой самогонный аппарат. Только получают здесь не этанол, а метан и бутан. Кстати, на всех промышленных объектах Кавыктинского месторождения и даже в вахтовых поселках введен сухой закон. Конечно, объемы добычи пока очень скромные. Сейчас газ нужен в основном для изучения и отработки новых технологий. Кроме того, небольшое количество пропан-бутановой фракции и стабильного конденсата отгружается потребителям, в частности, для энергобеспечения социальных объектов в близлежащем поселке Жигалово. Но уже сейчас тут готовятся к моменту, когда до Кавыкты дойдут нитки газопровода «Сила Сибири» и добыча выйдет на проектную мощность. Я так понимаю, что еще года два назад здесь практически ничего не было, кроме вот куста и каких-то пары построить. Все верно, да. Проектом реконструкции установки УПГ-102 первоначальной предусмотрено расширение действующих мощностей. То, что вы сейчас и наблюдаете. Два года назад был сепаратор, несколько температурные сепараторы, которые вы видите. Это вот две такие с шапками льда. С шапками льда, все верно. И две колонны стабилизации конденсата подальше. Между ними технологические трубопроводы, операторная небольшая, противопожарный резервуар, технологическая насосная. Проектом мы увеличили те же парки хранения, три емкости новые вдалеке. Добавили блок водных ниток, завели три газопровода шлейфа от кустов газовых скважин с целью проведения испытаний скважин. Блокбоксы, МКУ, автоматика. Пожарную систему расширили, модернизировали. В общем, можно перечислять до бесконечности практически. Да. Кстати, у этой установки подготовки газа есть еще одна важная функция. Кавыгтинское месторождение разрабатывается за счет энергии самого месторождения. С установки подготовки газ поступает сюда, на газотурбинную электростанцию собственных нужд. Всего здесь раз, два, три, четыре, пять агрегатов. Мощность каждого два с половиной мегаватта. В общем, для собственных нужд хватает с лихвой. Но это только пока. Совсем скоро мощность электростанции будут увеличивать. Ведь энергии нужно будет обеспечивать десятки вот таких буровых установок, которые в ближайшие годы должны пробурить несколько сотен эксплуатационных скважин. К слову, в отличие от опытных, такие скважины действительно делаются намного быстрее. Но быстрее не значит проще. Учитывая, что Кавыгтинское месторождение сложное, как в географическом, так и в горно-геологическом плане, для его разработки мы применяем современные технические и программные средства, позволяющие производить технологический, геологический и геофизический контроль строительства скважин. Все буровые работы осуществляются на оборудовании отечественного производства. Технологические возможности которого максимально адаптированы для работы в сложных климатических условиях. Со стороны буровая установка кажется конструкцией тяжелой, громоздкой и статичной. Но это обманчивое впечатление. Почти все буровые установки стоят на вот таких вот гигантских рельсах. Делается это потому, что почти все буровые установки создают на одном месте не одну скважину, а несколько. Сейчас работы идут на первой скважине. За ней будет вторая, третья, четвертая, ближе к нам. Вот здесь будет пятая скважина, для нее уже сделали опалубку, а дальше шестая, седьмая. Принцип простой. После того, как бурение на первой скважине закончено, от вышки отцепляют мостки, и вся установка на гидротолкателях просто переезжает метров на десять к следующей скважине. Еще одна сложность. Доставить на эти скважины людей и необходимое оборудование. Ведь от зоны месторождения до ближайшего населенного пункта 200 километров по бездорожью. По крайней мере, так было раньше. А потому в программу освоения кавыкты входит строительство 80 километров дорожного полотна и 14 мостовых переходов на территории месторождения. А строить дороги посреди тайги – занятие не самое приятное. До конца июня без москитной сетки находиться здесь просто невозможно. Потому что и руки, и глаза, и уши, то есть глаза, они съедают. Сейчас можно еще спокойно себя чувствовать, вести. То есть это вот сейчас спокойно? Сейчас спокойно, то есть мы с вами стоим, это спокойно, поверьте. Вот июнь месяц, вот так вот, только чуть-чуть прирастегнув москитную сетку, и уже невозможно находиться. Съедают полностью. А зимой есть определенные технологии, позволяют вести бетонные работы. Выставляются полога, то есть укрывные, ветродуйные пушки ставятся, нагнетается положительная температура, то есть... А если минус 60, то есть... Все равно нагнетаем температуру. И работа ведется в круглогодичном режиме. То есть нет остановки на какие-то перерывы. В ближайшие годы на Кавыктинском месторождении без перерывов будут трудиться тысячи специалистов. Здесь появится пять установок комплексной подготовки газа, шесть дожимных компрессорных станций, конденсатопровод, терминал отгрузки стабильного конденсата и вахтовый поселок на 1700 человек. По плану, в 2022 году сырье из Кавыктинского месторождения начнет поступать в магистральный газопровод «Сила Сибири». А к 2025 году уровень добычи выйдет на проектную мощность 25 миллиардов кубометров газа в год. Учитывая объемы запасов, этого должно хватить примерно лет на сто.